Интерфакс сообщает, в Иране ждут с визитом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщил посол Ирана в республике Горбан Сейфи. В течение 20 лет президенты двух стран неоднократно посещали страны друг друга – Иран и Казахстан. В будущем также такие поездки будут иметь место, сказал Сейфи на пресс-конференции в Астане. Дату визита президента Казахстана в Иран дипломат не уточнил. Интерфакс сообщает, планы совместных операций на российско-китайском и киргизско-китайском участках государственных границ в 2013 году обсудят участники второго заседания руководителей пограничных служб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 июня. Вопросы эти особенно актуальны в условиях предстоящего вывода в 2014 году с территории Афганистана войск западной коалиции. В Казахстанской области задержаны двое сельчан с наркотиками. Мужчина, один из которых безработный, а другой учитель физкультуры в школе, продавали марихуану на трассе между райцентрами Жалагаш и Теренузек. Взяли их с поличным во время реализации более полутора килограммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу. Казахстан сообщает, в северо-казахстанской области арестованы трое сотрудников Соколовского поселкового отдела полиции, подозреваемые в убийстве односельчанина. Тело погибшего обнаружено в реке Ишим спустя два месяца в нескольких километрах от поселка. Главный обвиняемый сотрудник батальона дорожной полиции Тимур Умбетов был недавно прооперирован в онкологической клинике Астаны. Однако после курса лечения был доставлен в следственный изолятор Петропавловска. Между сотрудником батальона дорожной полиции и пропавшим сельчанином произошла ссора. После нее полицейские отвезли мужчину к реке, где один из стражей порядка ударил его и бросил в воду. В Таразе 26-27 июня пройдет международный фестиваль традиционной музыки «Каратаусарнэ», на котором хор из одной тысячи певцов споет семь казахских песен, передает Кастак. В рамках фестиваля пройдет вечер традиционной музыки и презентация компакт-диско международного деятеля Казахстана, композитора Абдамумына Жильдабаева, по завершении которой состоится концерт с участием известных областных исполнителей. Кроме того, в фестивале примут участие известные исполнители традиционной музыки из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Турции, Азербайджана и России. О том, что интересного произошло сегодня в городе, вы узнаете сразу после короткой рекламы. И продолжим выпуск. Более 80 тысяч актюбинцев в эти дни дожидаются своей очереди на земельные участки, которые планируют использовать под сельскохозяйственные нужды, индивидуальное жилищное строительство и личные участки. Между тем, в городском отделе земельных отношений отметили, что пока по-прежнему действуют моратории на выделение земель. И специалисты заняты инвентаризацией, по которой в 2011 году в запас города переведено более 3,5 тысяч гектаров земли, неиспользуемой по назначению. Когда будет снят мораторий и где можно будет узнать об очередности, расскажет Эльмира Иржанова. Вот уже четвертый год в нашем городе действуют моратории на выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сельскохозяйственные нужды и дачи. Между тем, в очереди на заветные земельные участки сейчас состоят более 80 тысяч актюбинцев. Как рассказали сегодня в отделе земельных отношений, запрет будет действовать до конца года, так как ожидается, что в конце этого года генеральный план Ак-Тубе наконец-то будет утвержден, а это значит мораторий снят. При этом чиновники обещают, что процесс выдачи земель будет прозрачен и каждый сможет отслеживать продвижение очереди на сайте отдела, где уже через месяц должен появиться список очередников. С третьего года начинаем мы будем. С третьего года часть осталась, и потом четвертый год, и в порядке по очередности пошло. То есть на сегодняшний день, для того, чтобы это было прозрачным, мы также планируем иметь сюда уже в конце следующего месяца разместить на сайте очередность. Данная очередность будет прозрачной, то есть все увидят эту очередность полностью. Согласно именно сайту очередности мы будем отводить данные земельные участки. Тем временем специалисты Гороотдела земельных отношений вот уже третий год занимаются выявлением неиспользуемых земель. На данный момент в земельную инспекцию переданы материалы на более чем 400 участков, выданных под ИЖС, но где сейчас строительство не ведется. Владельцам таких земель дается год на застройку, в противном случае владение будет изъято через суд в запас города. Такая же картина с дачными участками. Таковых неиспользуемых по назначению установлено более 600. Передали в земельную инспекцию материал, тоже самое, в 2012 году. На общую площадь 52 тысячи гектар, 52 тысячи 993 гектара. На сегодняшний день земельные инспекции проводят в отношении них процедуры, то есть ставят на учет то же самое. В этом году мы уже будем проверять и уже после чего будем принимать административные меры полностью. Эльмира Эжан, Важаслан Жубаев, программа «Факт». Награды лучшим. В городском Акимате сегодня отчествовали полицейских, стражей порядка, наградили грамотами и денежными премиями. В ходе совещания были также рассмотрены вопросы по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Традиционное рабочее совещание в город-администрации началось с приятной ноты. В честь профессионального праздника 20 сотрудникам ГУВД Созденского, Заводского и Заречного отделов полиции вручили благодарственные письма. За добросовестное выполнение своих обязанностей и профессионализм полицейских поощрили и денежными премиями. Большая работа проводится по раскрытию присутствия. Большое количество сейчас хорошо у нас увеличивается, поэтому здесь однозначно все это непосредственно ежедневная тяжелая работа наших сотрудников полиции. После торжественной части совещание продолжилось обсуждением насущных проблем. Представители «Трансэнерго» отчитались о подготовке к отопительному сезону. В настоящее время ведутся работы по реконструкции теплотрасс и котельных. За счет бюджетных средств и конструкции тепловых сетей в протяжении 4,25 километра, это 5 объектов, на сумму 780 миллионов. Настоящее время подрядных организаций и работы ведутся на трех участках, которые будут 2,9 километра. Это видите название. За счет собственных средств теплоэнергетики планируют заменить около 3 километров сетей. Одной из главных проблем остается аварийное состояние внутридомовых коммуникаций, находящихся на балансе КСК и кондоминиумов. Отопительная система во многих жилых домах не видела капремонта еще с советских времен. Из-за порывов внутридомовых сетей «Трансэнерго» несет большие потери тепловой энергии. Общедомовыми приборами учета, позволяющими разумно расходовать тепло и платить за него по факту потребления, сегодня оборудованы 189 октябинских многоэтажек. Лайла Дельшинова, Алексей Уразов, программа «Факт». В жилянке сегодня открылся регистрационный пункт документирования и регистрации населения. Он расположился в зале ЦОНа. Необходимость в открытии подобного пункта, где теперь работать с жителями Каргалинского сельского округа, будут сотрудники миграционной полиции, назрела давно. 22-летняя Галина Куликова сегодня стала одной из первых клиентов сотрудников миграционной полиции. Месяц назад девушка вышла замуж и сменила девичью фамилию. И ей, естественно, необходимо было переоформить удостоверение личности. Теперь, чтобы получить новые документы, Галине, тем более находясь в интересном положении, ехать в головной офис ЦОНа, что в городе, не нужно. Ведь новый регистрационный пункт миграционной полиции уже принимает желающих. Это намного очень удобно. Во-первых, и живу в жилянке, и удобно. Близко здесь не надо ездить. Подобные пункты также открылись и в районах области, в частности в Кинкияке. Сейчас там проживает более 14 тысяч граждан, которым теперь не придется ездить для получения госуслуг по разбитым дорогам в поселок Шубар-Кудук. С сегодняшнего дня они будут приходить сюда на месте, в своем ЦОНе, получать полностью все госуслуги по вопросам документирования, оформления на паспорта, удостоверения личности, получения ИИН, прописки, снятия с регистрации. Также миграционщики ввели еще одно новшество. Теперь при регистрации или снятии с регистрации военнообязанным аксюбинцам не требуется первоначально обращаться в военкоматы. Также здесь у нас автоматизировано это все будет происходить. Такая необходимость не нужна будет. Всего с начала года в нашей области новые удостоверения и паспорта получили более 33 тысяч граждан. Прописаны и сняты с регистрации 24 тысячи человек. Для ЗАЦа Киева Марата Кожанов, программа «Факт». Сегодня аксюбинские полицейские уничтожили 70 единиц гладкоствольного оружия, в том числе 6 обрезов. До этого оружие состояло на учете как вещественное доказательство по уголовным делам. Кроме того, некоторые из них были сданы добровольно. Как отметили в ДВД области, уничтожение производится ежеквартально. При этом в состав специальной комиссии, которая наблюдает за процессом, входят представители прокуратуры. Их главной задачей является недопущение фактов повторного незаконного использования оружия. Аксюбинские предприниматели, в основном работающие в сфере увеселительного бизнеса, не брезгуют никакими средствами. Они нанимают школьников на полный рабочий день, при этом не оплачивая тяжелый труд в полной мере. Такую информацию озвучили сегодня в Департаменте по защите прав детей. Во время последнего рейда правозащитники нашли подтверждение данной информации. Подробности у Алисы Маринец. В летний сезон вопрос эксплуатации детского труда становится особенно актуален. Многие школьники на каникулах хотят немного подзаработать и помочь семье. Однако зачастую они попадают в кабальные условия. По мнению правозащитников, местные предприниматели, особенно работающие в сфере увеселительного бизнеса, используют ситуацию в своих целях. На сегодняшний день какая проблема? На сегодняшний день проблема – это увеселительные заведения. Мы об этом знаем. И вот, например, государство само ежегодно объявляет информационную компанию 12 дней против насилия и эксплуатации труда. И когда мы проводим рейды и выходим в усилительное заведение, к сожалению, в один только зайдем, в ресторан или кафе, тут же они друг другу дают знать, и эти несовершеннолетние дети, как таковые официанты и так далее, убираются с поля зрения. В правозащитную организацию, например, на днях обратилась женщина, у которой дочь стала жертвой такого отношения. Девушку взяли в качестве официантки на рабочий день с 6 вечера до 3 ночи. Однако ни копейки не заплатили, якобы из обоя посуды. Правозащитники говорят, что такое отношение, увы, не редкость. Когда устраивают ребенка, прежде всего родители должны требовать договор. И этот договор обоюдно должен оговариваться и подписываться, двусторонний договор. А вот, например, когда мама позвонила, то они никакого договора не подписывали. А во время недавнего рейда были обнаружены 6 школьников, которых нелегально взяли в автомойку. Молодые люди работали наравне со взрослыми, однако никакой гарантии оплаты их труда не имелось. При этом в Октябре не так много мест, куда школьники могли бы устроиться официально. Городские службы, которые занимаются благоустройством города, сейчас неохотно связываются с несовершеннолетними. Сейчас очень много, обращаются школьники. Но мы с прошлым годом, по сравнению с прошлым годом, с каждым годом у нас условия труда очень ответственные. Студенты наши берут, студенческая молодежь в основном. Но в этом году мы подключили безработные молодежи. С каждым годом условия труда очень ответственные. Для них, для студентов ответственность большая, потому что в такую жару сейчас, видите, погода большая, жаркая идет. И на строительные объекты, это тоже, если школьников брать, то в этих условиях они не выдержат просто. Ну а там, где детей берут, тоже не совсем выполняют требования законодательства. Школьники, как правило, работают в полный рабочий день, хотя для них предусмотрен щадящий режим. Алиса Маринец, Марат Акажанов, программа «Факт». Сегодня в Департаменте юстиции состоялось очередное заседание Координационного совета юридических служб. В его работе приняли участие представители государственных органов областного филиала партии «Наротан» и общественных объединений. Седание Координационного совета было посвящено такой теме, как охрана прав женщин и детей в сфере гендерного равенства, что на сегодняшний день является актуальной темой, и об оказании электронных государственных услуг, оказываемых органами юстиции. Акцию, приуроченную к Международному дню борьбы против наркомании, провели сегодня представители Центра формирования здорового образа жизни. По этому случаю на площади перед областной филармонией состоялась акция с участием студентов, школьников и солдат-срочников, а также известных личностей из разных сфер. К примеру, актулинские спортсмены, добившиеся высоких результатов на международной и мировой аренах, призывали своих сверстников приумножать хорошие дела и держаться подальше от дурных привычек. В первую очередь, профилактика наркомании – это что? Это привлечение молодежи к физической культуре и спорту, это привлечение к всевозможным кружкам, это, значит, вот к таким мероприятиям. Я так думаю, что это мероприятие привлечет, чтобы немножечко наши люди стали счастливее и улучшилась вся жизнь у нас в Казахстане. Заботиться о своем здоровье и вести активный образ жизни учат в школе долголетия при консультативно-диагностическом центре в авиагородке. Группу здоровья для тех, кому за 50, сейчас посещают 10 жительниц этого района. Сегодня с ними встретилась Лейла Дершинова. Елена Аркадьевна – одна из активисток школы долголетия. Не пропускает ни одного занятия и с радостью ждет новых встреч со своими подругами. Бабушка Лена перешагнула седьмой десяток, но, несмотря на почтенный возраст, энергична и полна сил. Все довольны, все рады. Нас 10 человек уходит. Все пенсионного возраста за 70 лет и за 80 лет есть. Но все довольны. И благодарны, конечно, нашей руководительнице Галие. Опытные психологи не только помогают пожилым людям снять эмоциональное напряжение, но и дают полезные советы. Здесь следят за пульсом и артериальным давлением, омолаживают пациенток с помощью танцевальной терапии и рассказывают о правильном питании. Люди меняются, да, они достаточно оживленные, активные. Я даже поражаюсь, что в таком возрасте они очень интересные, очень много шутят, и, как сами они отмечают, что получают очень много позитивной энергии. Друг другу говорят пожелания на следующий день. Ну, группа нравится. По словам медиков, в пожилом возрасте часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания, а также остеохондроз, варикоз и прочие недуги. Избавиться от них – настоящая проблема. Тем более, если пациент страдает от депрессии и боится старости. Здесь планируется открыть клуб здоровья для пенсионеров, но пока центр посещают лишь самые веселые бабушки. И они надеются, что в скором времени к ним присоединятся еще и активные дедушки, которых по воскресенье можно встретить на танцплощадке в парке «Авиатор». Лайла Дельшинова, Алексей Уразов, программа «Факт». Это были все новости к данному часу. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин